В Ростове-на-Дону у стадиона Ростов-Арена завершился первый в истории Кубок России по дрифту Т-Бойл Суперфинал РДС, участие в котором приняли сильнейшие спортсмены страны. В полуфиналах представители двух ведущих чемпионатов Гран-при российской дрифт-серии и межрегиональной серии РДС Европа оказались представлены поровну, однако в финал пробились пилоты РДС-GP, а их коллеги из младшего турнира сошлись в сражении за третье место. Уже на стадии парных заездов в ТОП-16 начались напряжённые поединки. Дмитрий Ермохин из-за поломки двигателя проиграл Георгию Чевчану, а Роман Тиводар выиграл дуэль с Андреем Остаповым, который из-за проблем со сцеплением протаранил своего соперника. Заезды ТОП-8 начались с поражения победителя квалификации Сергея Кузнецова, который потерялся в дыму позади Георгия Чевчана и не смог сохранить контроль над машиной. Роман Тиводар победил Никиту Шикова, а Иван Пальмин и Артём Лейтис сошлись в самой продолжительной дуэли уикенда. Потребовалось два перезаезда, в которых судьи так и не смогли выявить победителя. В такой ситуации по регламенту победителем становится тот пилот, кто квалифицировался выше. В итоге в полуфинал вышел Иван Пальмин. В ТОП-4 сложились пары представителей обоих дрифтовых чемпионатов. Чевчан в чистой борьбе взял верх над Данилой Воробьёвым, а вот его напарник по команде Такаяма Форвард Авто Роман Тиводар вышел в финал после того, как Пальмин протаранил его после постановки. В итоге в финале встретились Гоча и Роман, а Даниле и Ивану выпало определять обладателя третьего места. Дуэль за бронзу завершилась, едва начавшись. Ошибка Воробьёва привела к повреждению обеих машин, и третье место досталось бронзовому призёру РДС Европа Ивану Пальмину. Финал прошёл полноформатным, но под занавес второго заезда Роман Тиводар вытолкал с трассы лидирующего Георгия Чевчана, который и стал победителем турнира и первым в истории обладателем Кубка России по дрифту. Кстати, оба пилота обеспечили своей команде Такаяма Форвард Авто победу в командном зачёте. Ну а летний сезон российской дрифт-серии на этом завершён. Впереди у организаторов, пилотов и команд подготовка к новому спортивному сезону 25-го года.